так ну что пойдете яша нету яшу нет третьего нет ну на самом деле я происхожу из военной среды я специалист по управлению вычислительной техники машины и так далее то подобное село васильевка михайзовского района приморского края это первое место моей службы командный пункт 150 из этой ракетной бригады вот которая охраняла город уссурийский объекты города уссурийска воздушные границы советского союза в районе китай китая а потом после пяти и даже шести лет службы на дальнем востоке с очень суровых условиях вот меня приключилась или там случилась спец командировка то время так говорили на кубу после кубы я возвратился в советский союз и несколько лет служил в корпусе по его городе баранович 90-е годы начало средства союз развалился первые годы когда создавались вооруженные республики на беларусь вооруженные силы оказалось что этот командный пункт не совсем к месту стоит и несколько сотен офицеров вот сократили и ну каждый заняться своим делом как так оказалось что я оказался в бизнесе вот и первым чем я стал заниматься это вы будете смеяться новом сказать интернетом беларусь когда которой еще не было я открыл агентство информационное агентство вот которая по телефонным каналам общего пользования качал информацию различную коммерческую информацию из компьютерных сетей и наши абоненты и было не очень много но порядком 40 помню там 50 заходили на наш хост искали нужную информацию там делали поиск ну и и в те времена это было достаточно востребован все было бы хорошо если бы не пришел интернет мы поняли что мы слишком слабая по сравнению с ним и мы стали деятельность нашу сворачивать и переводить в область ну тем чем мы могли заниматься это была область поставки товаров для офиса сеть работы с предприятиями субъектами хозяйственных по поставке им товаров для офиса у нас работает с 1994 года то есть нашей фирме в этом году исполниться двадцать восемь лет до там сорока там двух или трех лет я не то что не замечал их я конечно видел животных но виду там огромного количества проблем разного рода я на них не обращал внимание я даже не видел что животные на улицах страдают но однажды я видел это все-таки на котика такого достаточно тяжелом состоянии он веселился в травке то есть он был очень там и у него было и ушной клещ у него была там в какой-то какие-то признаки рахита от плохого питания и по моему даже было в микроспорее немножко как на на ушки вот но явился в общем-то страдающее животное которое тем не менее не теряет оптимизма и все равно играется там прыгать за кузнечиками так далее вот я увидел почему-то мне захотелось вот пожалеть и приютить ну собственно что я сделал так появился вот первый котик нас на работе это был серик его звали он был серый обычный серый котик дворовой потом мы ему взяли в друзья там еще рыжика и белика и был серик рыжик и белик потом в эту компанию приходил еще и черик черненький и вот такая дружба котов вот на нашей фирме на на собственных платила и коллектив во многом потому что когда животные вместе с людьми находятся в офисах и выводят по коридорам и заходят в кабинет и сидят там на стульях офисных лежат на компьютерах это такое создает очень такую теплую домашнюю обстановку в коллективе и сплачивают потому что люди кроме общения там по поводу бухгалтерских проводок по поводу там отсутствие или там наличие товара начинают общаться еще на какие-то такие теплые душевные темы все животные вот например спит у меня в кабинете на одном стуле на втором стуле вот и выходят сотрудники на совещание и часть стулью занята котами я ничего не говорил но люди сами предпринимали такие действия они шли за за новыми стульями брали в приемные стулья подставляли их и которых мы не трогали это были на самом деле священные животные партнеры всегда довольны как правило наши партнеры почему-то так же как и наши сотрудники любят животных и как правило у них нет никаких никаких абсолютно негативных чувств по отношению к животным хотя вообще-то когда-то приходили к нам одни из конкурентов у них было и у них было такое несколько но не там скажем так не не неприятие котов но они так немножко их сторонились коллекционирует так вот это был маленький первый подарок который мне подарили поделка с такого знательного места под названием андреевский спуск киеве но и как-то за этим котом последовал другой потом третий это начало все расти и расти и расти и в итоге вот превратилось то вот сумасшедшие сумасшествие которую видели там внизу там сейчас больше 7400 экспонатов из 106 стран это произведение декоративно прикладного искусства и есть и и вазы и допустим какие-то пепельницы и подсвечники и ночники и там предметы там там для одевания обуви чесание спины и там не знаю и курение я рассказал там и и выпивание и там не знаю там и детские игрушки и фонарики и звоночки и те самые елочные игрушки много чего то есть там буквально несколько нет по-моему 150 различных видов применения этих изделий и все они сделаны художеством смысле очень очень качественно очень художественного то повторимся многие в единственном экземпляре какие-то в границе в ограниченных сериях произведенные руками но известных мировых мастеров вот или если это не авторская работа то на заметных фабриках испании франции италии уругвая австралии новой зеландии шеланг и так далее то есть там предметы есть необычайного количества стран и некоторых из которых мы даже там не не слышали не читали например там острова вануату путленд тому человеку который найдет коллекцию в мире и укажет нам на нее достоверно ссылкой какой-то и какими-то материалом подтверждающими коллекцию которые более значимы чем наша коллекция мы объявим такую награду объявляем 5 тысяч рублей что такое значимость это не только размер коллекции это это количество представленных стран количество материалов которые использованы для изготовления их предметов это количество видов декоративно-прикладного искусства которые представлены количество видов предметов назначение предметов то есть вот если в комплексе эту характеристику сложить размер количество стран количество материалов количество видов декоративно-прикладного искусства количество техник которые используют при изготовлении я абсолютно точно могу сказать что подобных коллекции вы просто не найдете. Тот, кто найдет, пусть попробует. Мы с удовольствием поищем и найдем 5000 рублей. Но, я говорю, задача непростая. Делится не бизнес, это больше такой проект, культурный проект. Ну, который, впрочем, сейчас, когда мы начали его немножко развивать, он стал небольшие денежки приносить на содержание наших животных, потому что, ну, вы понимаете, что даже 200 квадратных метров, на которых содержится коллекция, содержать их там как бы не очень просто. Это стоит и коммунальные услуги, и аренда, и так далее, и тому подобное. Интересный такой ровещет. Да, каждый посетитель может сделать то же самое. Знаменательных экспонатов у нас на самом деле очень много. Но есть такие, которые оставили память о себе какими-то сложностями в их добывании или сложными переговорами с продавцами, или долгим поиском. Вот этот котик, например, производства, таком, рукотворного израильского мастера Франка Майслера, вот, он достаточно редкий экземпляр, ограниченная серия, и нам никак не удавалось его достать, потому что он выпускался еще, там, может, 40 лет назад, или 30. Однажды на объявлении на каком-то российском сервисе я увидел объявление о продаже этого котика. Там буквально за каких-то 200 долларов, при том, что цена у мастера около 2000 долларов. Я, конечно же, купил, деньги перечислил, и потом, когда я открыл коробку, мы обнаружили, что котик замечательный, в хорошем состоянии, но он без хвоста. То есть просто хвост отсутствует. Особенностью этой фигуры является то, что хвост прикручивается. То есть мастер изготавливает, и хвост вкручивается. И он, этот хвост, видимо, где-то в процессе движения по рукам владельца где-то потерялся. И что вы думаете? Я написал мастеру, он еще жив, ему было, по крайней мере, на тот момент он был жив, ему было, по-моему, около 90 лет, что-то такое. Он буквально откликнулся на следующий день, сказал, что хорошо знает Беларусь, любит Беларусь, с удовольствием поможет белорусским коллекционерам. Это тоже редкая работа украинских мастеров. Обычно эти художники делают вот эти фарфоровые фигуры, у них разные кузнечики, динозаврики какие-то. Ну, как правило, они небольшой величины. Это связано с тем, что фигура крупного размера она требует очень-очень-очень таких технологически совершенных печей для обжига. Для того, чтобы получить такую фигуру, я сделал предварительный заказ и ждал его исполнения около трех лет. У меня есть две любимые темы. Это коты и музыканты в виде оркестров. Вот у меня три больших шкафа, вот раз-два, и вот третья огромная шкафища. Это коты-музыканты. Здесь порядка 60 стран. Фигурки, изображения порядка 60 стран. И вот видим и Англия, и Мексика, и Япония, и Австрия. Какой замечательный чайник. По мотивам сказки Пушкина у лукоморья дуб. Лукоморье, вот у лукоморья дуб. Золотая цепь на дубе Том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Абсолютно вся выручка, сто процентов от посетителей этой галереи идет на содержание животных в нашем центре помощи старый кот. Так, друзья, вот они здесь у нас, красавчики. Куда ты собрался? Тут содержатся только самые-самые готовые к пристройству животные. Здесь абсолютно здоровые. И если там они не совсем здоровы, то только по инвалидности. Или там, допустим, глаза нет, или вообще слепые. Или вот этот, тот, посмотри, какой он. Видишь, как он идет? Вот он. Иди сюда, мой зайка, иди. Иди сюда, мой хороший. Санек. Вот. У него сзади там перебиты ноги. Вот, видишь, он ее тащит, эту ногу. Вот. Ну что, мои друзья, ну что, ты уже запрыгнул сюда? Гозда, ты инвалид, а прыгаешь, как не знаю кто. Тоже мне инвалид. Где ты, чертов, инвалид? Как в том, как в том... Вот это слепой, совсем без глаз. Вот одноглазый, вот та без лапки. Завтра за ней придут, кстати, что моя красавица. Завтра за ней придут, у нее лапки нету. Завтра уже объявилась, хозяйка хочет появиться. Ну и кто моя зайка, вот тебе, да. Сначала я просто помогал людям, которые помогают животным. То есть, именно меня, ну, учитывая все-таки какой-то мой там, то ли статус, то ли возраст, то ли, может, положение, стали ко мне обращаться, ну, разные люди, спор, просьба и помочь их собственным животным, которые они содержат дома. А дома они содержат там по 20, по 30 скотов. То есть, они же не просто их собрали, делать было нечего. Они собрали, потому что эти животные страдали. Страдали на улице. От этих вот женщин, которые вот эти первые ко мне обратились, я переключился на более системную помощь каким-то уже волонтерским объединением, то есть, которое там содержит там котиков в каких-то специальных помещениях или которых они там где-то подобрали, и они, так называемых, под так называемым передержком определяют, лечь и так далее, и тому подобное. Я понял, что я могу делать тоже сам. И вот то учреждение, которое я создал, которое называется «Старый кот», вот я его, все спрашивают, как я его назвал, так, я шутку называю в честь самого себя. Вот, это учреждение «Старый кот» у нас на принципах штатных сотрудников. То есть, у нас есть штатный врач, у нас есть штатные сотрудники, которые ухаживают за животными, у нас есть штатный средний персонал ветеринарный, у нас есть люди, которые хозяйственную какую-то работу выполняют. Люди четко знают время, когда им прийти, когда им уйти, они имеют ответственность, и такой аргумент, как у меня не было времени прийти там покормителю брать, он просто не существует. 287 котов за последний период, там, за год с небольшим, мы вылечили, пристроили, ушли в хорошие руки. в том числе, в том числе, в том числе, 31 декабря, вот, на счастье, двое человек к нам пришло, которые глубокого инвалида, взяли одного котика, глубокого инвалида, и очень, ну, тоже хорошего котика взяли, люди 31 числа, вот буквально, и в день Рождества, тоже, котика слепого, без одного глаза, без одного уха, тоже ушел, вот, в руки до очень добрых людей. Проблема в том, что в стране нет закона о животных, нет пока закона, он разрабатывается, много лет разрабатывается, дорабатывается, учитывается там, с одной стороны, мировая практика, с другой стороны, особенности нашего белорусского менталитета и сознания. Трудный закон, многократно он возвращался на доработку, до сих пор он, к сожалению, не принят. Нам не хватает стерилизации, конечно, нам не хватает, допустим, по тем же котам, нам не хватает, в принципе, того, что котов вообще отлавливать не нужно. То есть кот, он только разговоры о том, что он там заразу разносит. Заразу разносят люди в автобусах, условно говоря, больше, чем коты. Никакие коты никакую заразу не разносят. Иногда бывает, да, там какой-то лишайный кот, но это все лечится. Лишай – это всего лишь грибок, поэтому коты – это, в общем-то, вещь нужная в среде городской. И избавляться от них, ну, нужно только в крайнем случае, если уже все остальные механизмы работают. То есть есть приюты, которые отлично работают, функционируют. Есть люди, которые отвечают за то, что они взяли живот. Огромное число людей, даже если сейчас они живут во дворах, готовы взять на себя ответственность по их содержанию, по их лечению, прививкам, чипированию, по стерилизации, в случае, если к ним будет соответствующее отношение органов ЖЭСа и вообще городских властей. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы все-таки проблема с животным была решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин